Это случилось ровно год тому назад. Все понимали, что к этому все идет. Но никто так до конца и не поверил, что такое все же возможно. Впервые за всю историю Москвы был уничтожен волонтаристским решением городского руководства целый вид транспорта. Не маршрут, не депо, не остановка, а просто целый вид транспорта. Причины такого варварства до сих пор официально не озвучены. А честеростепенных чиновников и платных комментаторов на протяжении нескольких лет пытались привить обществу мысль о том, что троллейбус неповоротлив, привязан к проводам и мешает водителям. Первые два пункта справедливы к старым машинам. Но новые модели троллейбусов уже не так привязаны к контактной сети, имея на борту аккумуляторы для достаточного пробега автономно. И автоматически поднимаемые и опускаемые штанги. Забота же о личном транспорте на дорогах сегодня выглядит нелепо. На фоне декларируемого московским правительством приоритета общественного транспорта. И общей мировой тенденции к введению ограничений на использование личного транспорта и поощрению использования транспорта общественного. Впрочем, глядя на продолжающуюся вакханалию бездумной автомобилизации, похоже, московскому правительству безразличны, их же собственные заявления и декларируемые цели. Думаю, все помнят эти полные сентиментальности кадры прощания с московским троллейбусом. Когда последняя машина в ночь на 25 августа 2020 года зашла в парк. Все понимали, что это конец. Но водили хоровод вокруг любимого троллейбуса и кричали ему вслед «Возвращайся!» и «Спасибо!» Провожаем! Возвращайся! 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 Троллейбус не вернулся. А уже днем 25 августа продемонстрировала всю свою несостоятельность ставка властей на электробусы. Бывший троллейбусный маршрут М4 начали обслуживать электробусы, что редко случается. Обычно троллейбусы замещает автобус. Сам маршрут сократили на пару километров, так как заряда аккумуляторов просто не хватало. В итоге на зарядных станциях у метро «Озерная» и кинотеатра «Ударник» скапливалось большое количество машин, ожидающих зарядки, что привело к полному срыву графика движения и увеличению интервалов до получаса. И как следствие, на помощь были направлены дизельные машины. Стоит отметить, что когда М4 был троллейбусным, интервалы не превышали 4-7 минут максимум. Коллапс М4 был не единственным. Проблемы с электробусами продолжаются. Сбылись неоднократные прогнозы о том, что электробусам будет трудно зимой. Обо всем этом честно рассказывают профильные транспортные форумы и обитающие там сотрудники Мосгортранса. Зато город, в котором была крупнейшая в мире троллейбусная сеть и крупнейший парк троллейбусов, теперь гордится крупнейшим в Европе парком электробусов, которые не в состоянии далеко уехать от зарядной станции. В то время как в Европе продолжают относиться к электробусам как к экспериментальной технологии, а в выборе остановились на более перспективных машинах с ночной и динамической зарядками, разумно полагая, что электробус – это городской транспорт, а не средство пиар. Вернется ли когда-нибудь в Москву троллейбус? Вероятность такого развития событий до сих пор остается. Полномочия нынешнего мэра, а вместе с ним и его команды, истекают в 2023 году, при уже весьма невысоких электоральных рейтингах. И приход к власти другой администрации неизбежен. Вряд ли произойдет отказ от электробусов, но и дальнейшее внедрение, скорее всего, затормозится. Если городом будут управлять прагматики, а транспортом – профильные специалисты-транспортники, то наиболее вероятным развитием событий представляется разделение специализаций шинного электрического транспорта. Электробусам отдадут короткие местные маршруты, а воссозданному троллейбусу протяженные магистральные. Но сейчас это пока лишь предположения, основанные на логике и разуме. А как известно, и с тем, и с другим в реальности немалые проблемы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok